Доброе утро! Студия Хорошего Настроения продолжает свою работу. На календаре у нас 21 октября, среда, с вами вместе Дмитрий Кахной и Саша Каштанова. Кстати, осень основательно вступила в свои права, и теперь от холодов нас спасает не только хорошее настроение, но и теплые батареи. Да, отопительный сезон и вправду очень хлопотный период. Нам-то тепло, а сотрудникам МЧС вроде как и тепло, и работы добавляется. 20 октября вчера стартовала акция МЧС «За безопасность вместе». Подробнее о том, как сохранить свою безопасность в холода, поговорим с нашим гостем, пресс-секретарем Минского городского управления МЧС Виталием Димбовским. Доброе утро! Доброе утро! Спасибо, что успели перед этим интервью проверить пожарную безопасность в нашей студии. У нас все хорошо. Говорят только мы с тобой о повышенной опасности, потому что мы слишком сильно зажигаем иногда по утрам. Бывает. Как ваше настроение? Настроение на самом деле отлично, и если говорить о том, где и как можно зажигать, то зажигать только с точки настроения и нужно. Потому что на самом деле все остальные игры с огнем могут быть опасными. Но я правда сказал, что отопительный сезон доставляет больше хлопот сотрудникам МЧС? Или разницы нету, греет батарея или негрее? Сказать, больше ли доставляет сам отопительный сезон по сравнению с остальными сезонами, конечно же, достаточно сложно. Именно потому, что для каждого сезона, для каждой пары года есть свои так называемые типичные чрезвычайные ситуации и происшествия. Правильно вы сказали, сейчас мы начали очередную нашу акцию за безопасность вместе. В рамках этой акции мы еще раз будем и проверять жилье, жилые домовладения. Скажем так, будем в прямом смысле пытаться прийти к каждому в дом и еще раз объяснить правила, основные правила безопасности в повседневной жизни и правила пожарной безопасности, конечно же. Потому что во время отопительного сезона люди пытаются согреться всеми различными способами. И, к сожалению, для некоторых в ход идут и самодельные электронагревательные устройства, и неисправное печное отопление, и в целом ветхая электропроводка. Это вот сразу так оговариваясь и забегая вперед, это вот основные такие причины, которые приводят к возгораниям именно в отопительный сезон. Потому что если в летнее время, когда нагрузка на ту же электросеть, ввиду отсутствия электрообогревателей, которые, к слову, употребляют достаточно много электричества, она была меньше, эта нагрузка. То же самое печь, и летом никто не топит. И если печь где-то прохудилась, где-то трещина в дымоходе образовалась и так далее, без должного осмотра люди начинают это все эксплуатировать. И вот там, где было, как говорится, тонко, там и рвется. И происходят вот такие происшествия. Ну, назовите основные правила безопасности, как контролировать обогреватель, камин электрический. Обо всем по порядку. Вот вы сказали, что горожане едут и покупают себе что-нибудь, чтобы согреться. Тут, к сожалению, вот и в прямом, и в переносном смысле, такой один из основных, не побоюсь этого слова, бичей нашего времени, это алкоголь, при помощи которого граждане пытаются согреться в любую пору года, но в холодную, тем не менее. Его не надо включать в розетку, они думают просто так удобнее. Да, к сожалению, среди причин пожара в жилье, именно неосторожное обращение с огнем, при курении в нетрезвом состоянии, по-прежнему, к сожалению, у нас одна из таких серьезных причин, именно не только возникновения пожаров, но и тех пожаров, на которых люди гибнут потом. Потому что они не отдают отчет своим действиям, они плохо контролируют свое нетрезвое тело, и поэтому происходит трагедия. Ну, а что касается прямых причин возникновения пожаров, то касательно электроприборов, вы сказали. Да, то, что люди едут покупать обогреватели, это неплохо. Если они едут их покупать, и именно в тот магазин, где продаются нормальные обогреватели, имеющие сертификаты... Да, есть какая-то безопасность. Есть маслом, есть водяные, есть воздушные пушки какие-то, которые греют. Которые из них самые безопасные? При должном, при правильном подходе, при правильной эксплуатации, в соответствии с инструкциями завода-изготовителя, любой из этих винов будет безопасен. Главное, опять же, повторю эти инструкции, прочесть и учитывать при эксплуатации. Хуже, когда люди либо неправильно их эксплуатируют, то есть либо перегружают сеть сразу, включая слабую сеть, очень мощные, либо большое количество обогревателей, то есть ставят там в каждую комнату обогреватели, которые потребляют в любом случае более одного киловатта, и идет перегрузка электросети. Либо используют неисправные электрообогреватели, либо ставят их вблизи каких-то вещей, которые могут загореться, что часто бывает еще и сушат на этих обогревателях вещи там какие-то, простыни, пеленки или просто то, что они постирали. Еще раз хочется просто напомнить, электронагревательные приборы в строгом соответствии с инструкцией, только заводского изготовления, ни в коем случае не кустарного, но опечное отопление проверить перед его эксплуатацией, перед осенне-зимним сезоном, его исправность, побелен дымоход должен быть, это не просто так для красоты, это для того, чтобы, если маленькая трещина образуется, пойдет черный дым, который на побелке очень быстро очертит линию, которую можно будет своевременно заметить и заделать, а не ждать, пока трещина образуется большая и пройдет загорание. Должен быть, конечно же, предтопочный лист, всем известный, кто имеет печи, но, к сожалению, не у всех он почему-то есть. Это из негорючего материала под самой топкой, размерами 50 на 70, для исключения выпадения углей, точнее, скажем, для исключения образования пожара в результате выпадения углей. Ну вот если соблюдать вот эти самые простые правила, то есть подходить попросту с умом, читать инструкции и делать то, что там написано. И я думаю, что все будет благополучно. Скажите, а почему теперь у спасателей два номера? 101 и 112, с чем это связано? На самом деле можно позвонить в службу спасения и по номеру 101, и по номеру 112, и реакция будет, скажем так, одна и та же. Дело в том, что привычный людям, скажем так, с советского периода номер 01, который был интерпретирован впоследствии, как и все короткие номера, добавленная единичка, то есть 101, он остался. Однако мы ввели перед чемпионатом мира по хоккею, который прошел у нас в столице, ввели номер 112, который наиболее хорошо знаком и нашим зарубежным гостям, которые активно посещают сейчас Беларусь, и во время чемпионата этих людей было очень много, поэтому, чтобы люди не думали, по какому номеру вызвать им службу спасения, они могли звонить по номеру 112. Ну и этот формат международный, он остался и до сих пор, и наши диспетчеры принимают звонки одинаково как по номеру 101, так и по номеру 112, и, к слову, в том числе могут ответить и зарубежным гражданам на их языке. Давайте вместе с вами посмотрим новый ролик о МЧС, как вызвать спасателей, после чего обсудим. Здравствуйте. Мы вышли на улицы города Минска, чтобы спросить у его жителей, знают ли они, как вызвать спасателей. Что из этого получилось, мы сейчас с вами увидим. Пожарную, знаем. 102. 0,1. Кто что знает. 101 – это милиция. Да. 01? А это что такое, милиция? Ну, в принципе, да. Ну, 0,1. 107. 101, 102. О, по-моему, 109. Неправильный ответ. Если у меня дома случился пожар, надо звонить 101 и 112. Бежать на улицу, закрыть блокнот, но и двери, рассказать взрослым, родителям и соседям. Как вы видите, далеко не каждый может ответить на наши простые вопросы, ответы на которые знают даже дети. Так давайте же с вами запомним два важных номера. 101 и 112. Так ведь и получается, да, когда чрезвычайная ситуация, человек начинает звонить по всем тем номерам, которые помнит. И это, скорее всего, и МЧС, и милиция, и скорая помощь. Вы там, наверное, друг другу уже переадресовываете или как-то вообще получается? Да, действительно. На самом деле, проще всего запомнить вот тот самый единый номер службы спасения. Ну, опять же, хоть он называется единый номер, но дозвониться можно по двум номерам, как мы уже говорили, 101 либо 112. Это единая дежурно-диспетчерская служба. Если гражданин даже забыл все остальные номера, если он их попросту не знал, запомните просто эти цифры, как было сказано. Простые цифры. 101, 112, еще раз повторяю, просто может быть для тех, кто только что включился к нам в беседу и в наш эфир. По этим номерам, диспетчер, если это в компетенции МЧС, то он вышлет технику МЧС на место происшествия. Если же нет, то в любом случае диспетчер окажет консультативную помощь по любому происшествию и также переадресует либо скажет номер той службы, в компетенции которой находится эта чрезвычайная ситуация. Я думаю, все со мной согласятся. Люди считают пожарных спасателей героями. А герои – это те люди, которые ничего не боятся. Но все-таки какие страхи есть у спасателей? На самом деле, сказать о том, что никто ничего не боится, это было бы неправильно. Отсутствие страха как такового – это тоже неправильная вещь, потому что страх притупляет многие такие чувства, которые отвечают, назовем так, за самосохранение человека. И как раз-таки в любой чрезвычайной ситуации, какая бы она сложная ни была, здесь важно сохранять самообладание прежде всего. Но при этом нужно помнить, что лучше, как говорится, один пострадавший, чем еще и рьяно рвущийся в бой, пусть и без страха, но, простите, без головы и без всяких трезвых мыслей спасатель. Такого человека спасателем настоящим назвать нельзя. У спасателя должен быть правильный холодный расчет и, конечно же, соблюдение правил техники безопасности, правил личной безопасности для спасателя. Это крайне важно. Спасибо большое, что нашли время этим утром заглянуть в студию хорошего настроения, провести этот день в безопасности. Желаем вам мы и наш сегодняшний гость, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Виталий Димбовский. Спасибо и хорошего вам безопасного дня без происшествий. До свидания, берегите себя. Берегите себя, задержитесь буквально на секундочку, вместе с вами посмотрим новости 24 часа, а потом снова вернемся в студию хорошего настроения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова